На седьмом километре трассы Ревда-Дегтярск-Курганово в десятом часу утра, то есть уже засветло, приключился автозамес, из-за которого гаишники закрыли эту дорогу для общественного транспорта, читай автобусов, ибо трамваи, троллейбусы, метро и речные трамвайчики в тех местах не ездят. И закрыли трассу до тех пор, пока дорожники не очистят асфальт от снежного наката и шуги, то есть пока не приведут дорогу в соответствии ГОСТу Р-50-597-93 года. Что касается первопричины этого социально значимого перекрытия автобусного движения из Ревды в Курганово, то есть самого замеса, то его фабула довольно-таки обыдена для наших широт и постпраздничного времени. Бухая, 47-летняя дама со стажем пилотирования 10 лет, на запорожце Шанс катилась из Дегтярска в Ревду, видимо в силу накиданности не рассчитала скорость и свои силы, на седьмом километре трассы вылетела на чужую, закружилась и правой частью кормы в лоб забодала первую встречную четырку с двумя мужчинами на борту. В результате несанкционированного замеса пьяная виновница сломала себе левое предплечье, но медики ей конечность загипсовали, да и отправили домой лечиться амбулаторно. У мужчин, надо заметить, у невиновных в этом ДТП мужчин в 14-й, все не так оптимистично. Судя по всему, они не были обременены, потому 33-летний пилот сломал кости носа, и это не считая ушибов головы и тулова, однако врачи его отпустили лечиться домой. А его 28-летний пассажир при ударе переломил левую лучевую кость, причем со смещением, и его госпитализировали в горбольницу Ревды. В результате ДТП пострадали три человека. Виновником дорожно-транспортного происшествия явилась водитель автомобиля ЗАЗ «Шанс», которая выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречно-движущимся автомобилем ВАЗ-2114. Казалось бы, ну, женщина нажралась, устроила замес, виновата. Что еще? Но! Гаишники глянули на покрытие дороги, на котором приключилось ДТП, и решили, что не только нашвыренная автопилотка виновата, но и снежный накат и шуга внесли две свои лепты в это столкновение. И предписали всем местным автобусным предприятиям по этой трассе не ездить. А дорожников обязали дорогу почистить, типа она опасна не только для тех, кто в дровенках, но и для дисциплинированных трезвых автопилотов. А вот не случилось бы этого столкновения. Кто знает, сколько бы еще пилоты катались по опасной, нечищенной дороге. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте дистанцию, не превышайте скоростной режим, избегайте резких манеров, пользуйтесь именами безопасности.